Праздник красоты и фитнеса прошел в эти выходные в детско-юношеском центре «Лидер». Свои бицепсы продемонстрировали бодибилдеры Нарин Мара и Архангельска. В числе зрителей побывала и наша съемочная группа. Как можно больше белков, минимум углеводов и воды. Между собой спортсмены называют это сушкой. На такой диете 11-классник Дмитрий Канев сидел несколько дней до соревнований. Но в бодибилдинге помимо этого еще много сложностей. Ну, это очень тяжелые усилия во время позирования. Ну, очень тяжело. А мышцы болят после этого? Да нет, вроде не болят, но только сводит из-за того, что воду не пьешь. В бодибилдинг идут многие от мал до велика. Если Дмитрию Каневу, который, кстати, занял третье место в категории классический бодибилдинг, всего 17, то его коллеге по спорту из Архангельска Сергея Третьякову 20 лет. Занимается всего два года, но за плечами уже серьезные достижения. Впрочем, для Сергея главное не это. Что сподвигло? Ну, в первую очередь, это, конечно, красивое тело, много мяса, чтобы нравиться девочкам. И быть в первую очередь здоровым. Всего в турнире по бодибилдингу и фитнесу приняли участие 19 спортсменов, в том числе три девушки. Лучих выявляли в четырех номинациях – классический, пляжный, экстремальный и фитнес-бодибилдинг. Организаторами праздника выступила Федерация бодибилдинга и фитнеса Ненецкого округа. Давно уже вынашивали эту идею. Хотели провести праздник не просто фитнеса, бодибилдинга, бодифитнеса, а просто сделать праздник для всех спортсменов, независимо от вида спорта, скажем так. Поэтому договорились с командой города Архангельска, как вы видели сегодня. Бодибилдеры приезжали, фитнес-бикини, фитнес-девушки. Подготовились наши спортсмены и я думаю, что получилось сегодня неплохо. Всех победителей наградили кубками, грамотами и денежными премиями. Как отметили организаторы для наридмарских спортсменов, такие соревнования – отличная площадка для принятия опыта от приезжих спортсменов.